Добрый день, друзья! У микрофона Арина Ефимова. Это программа «Актуальное интервью». Говорим сегодня о безопасности. В студии «Балтик Плюс» Андрей Протасов, начальник Центра обработки вызовов системы 112. Андрей, добрый день! Добрый день! Расскажите, прибавилось ли работы у сотрудников, у операторов службы 112 в летний сезон? Я бы, наверное, так не сказал, потому что у нас говорят, что отдыхающих в этом году очень много, но в целом вызовы у нас идут наплывами, потому что, скажем, идет зима, люди болеют, идет много звонков в скорую помощь, потом наступает весна, и люди начинают у нас хулиганить и жечь траву, потому что только за эти полгода ландшафтных пожаров в Калининграде у нас было зафиксировано 1670 вызовов по данному типу происшествия. Потом заканчивается весна, наступает лето, приезжают отпускники, после лета отпускники уезжают, начинаются грибники в лесу теряться, а после этого начинаются простудные заболевания, и все идет по кругу, поэтому нет вызовов, у нас практически то же самое количество плюс-минус. Какое количество вызовов поступает ежедневно? 2500-2700, это как бы норма, хотя есть особо жаркие периоды, когда идет сезонность заболеваний в Калининграде, и к нам может приходить больше 3000 вызовов. Вот эти вот 2500 вызовов, чаще всего это какие обращения? По поводу чего? Чаще всего это когда людям требуется скорая медицинская помощь. Скажите, сколько операторов в службе работает сегодня, и какая нагрузка? Ну, мы считаем, что как бы норма, хотя цифра достаточно большая, операторы принимают по 200 вызовов в день, это на оператора приходится. В смену у нас рассчитано 15 операторов, выходит из них старший оператор и два психолога, которые также помогают еще дополнительными консультациями. Хватает ли сегодня у вас кадров? Да, кадров хватает. Не так давно, наверное, год-полтора назад, когда у нас происходит постепенное увеличение в связи с распространением номера 112, мы обратились в правительство Калининградской области о необходимости увеличения штата, и нам добавили еще плюс 2 единицы, и сейчас мы вышли на тот уровень, когда достаточно операторов в смене. Стали ли калининградцы чаще пользоваться вот этим номером 112, после того, как он стал единым? Да, я, наверное, скажу, не только стали чаще пользоваться, но и выросла культура обращения в систему 112, потому что, когда мы начинали, у нас доходило, что 60% звонков это были ложные, хулиганские. Сейчас эта цифра опустилась до 20-23%. То есть обращаться люди стали чаще, и меньше стало хулиганских каких-то выходок. Хулиганские выходки, их как-то можно предугадать, предсказать до того, как уже службы выехали на вызов, например? У нас есть, так сказать, постоянные клиенты, которые могут себе позволить звонить 112, нарушать привычный алгоритм работы операторов, но, с другой стороны, заносить этого абонента в черный список или какие-то другие меры предпринимать мы не можем, потому что можно 10, 15, 20 раз звонить в день, а потом, не дай бог, тебе понадобится скорая помощь, и ты опять же позвонишь 112, чтобы вызвать. Общаемся с сотрудниками полиции, просим у них оказать какое-то посильное содействие. Дети часто звонят, хулиганят? Да, да, особенно, когда наступают летние каникулы. Им, видимо, становится скучно и начинаются вызовы. Тем не менее, на вызов ребенка вы также реагируете? Да, на вызов ребенка мы реагируем. Дети звонят по самым разным происшествиям. Они могут говорить, что пожар происходит, и что на них нападают. Мы уточняем у ребенка, доводим до него, что его действия могут нести какие-то последствия негативные, что если он пытается дезинформировать. Но, тем не менее, по всем обращениям, если ребенок подтверждает, мы направляем. И очень много хулиганских таких. За какое время должна быть обработана заявка операторам? Оператору 112 дается 75 секунд на то, чтобы произвести максимальный опрос заявителя и направить информацию в экстренные службы. Кто эти люди? Кто операторы службы 112? Фанаты своего дела. Фанаты своего дела, которые очень любят. У них прежде всего, когда разговариваешь с людьми, которые к нам приходят, почему вы идете, мотивация такая, что я хочу помогать людям. Самые разнообразные. Люди с высшим образованием, люди со средне-специальным образованием. Пытаемся сейчас взаимодействовать со студентами различных колледжей, которые учатся и вот скоро будут заканчивать. Но даем им возможность. В основном в последнее время приходит молодежь. Причем молодежь с мотивацией на помощь людям. Ну, то есть это не обязательно должны быть люди с каким-то профильным психологическим образованием. Есть какая-то подготовка, да? Профессиональная подготовка существует. У нас в каждой смене, я проговорил, два психолога. Это люди со специальным психологическим образованием. Все остальное, одно из требований, это образование ниже средне-специального и скорость печати от 170 знаков в минуту. То есть такое тестирование проводится? Мы проводим тестирование, и затем подготовка операторов в среднем занимает где-то месяц-полтора. Как-то на психологическую устойчивость проверяются люди? Мы проводим обязательное тестирование до момента зачисления в штат. Вы сказали, что у вас работает два психолога. Как раз не так давно, 7 июля, в Калининграде сотрудник службы 112 спас женщину от суицида. Когда поступают подобного рода звонки? Их может принять любой оператор, или это сразу заявка передается уже психологу? Если оператор, принявший вызов, понимает, что человеку необходима помощь именно психологическая, то мы переключаем на оператора-психолога. И здесь хотел бы сказать, что у них абсолютно разнообразная работа. Буквально, если вы позволите, наверное, пару случаев я приведу. Да, давайте, конечно. Например, к нам не так давно позвонила девочка, 9 лет. Она сказала о том, что ей скучно, грустно, дома страшно. И психолог проводила с ней какую-то, провела с ней работу, чтобы успокоить ребенка. В период экзаменов к нам был шквал, небольшой такой вызов от выпускников школ, которые сдавали экзамены. У них проявлялась тревожность. И психологи в данном направлении тоже работают, работают, помогают людям как-то успокоиться, помогают подросткам снизить уровень тревоги и правильно настроиться на экзамен. И еще интересный случай. Опять же, к нам не так давно позвонила женщина, у нее было выявлено онкологическое заболевание. Здесь, разумеется, требуется долгая, кропотливая работа. Психологи у них за 30-45 минут уходят на одного человека на полноценную работу. И эту женщину стали посещать мысли о самоубийстве, к сожалению. Психолог ей оказал психологическую помощь, активизировав ее на положительные антисуицидальные факторы. Сориентировал на поиск выхода в критической ситуации и на изменение отношения к ним. То есть, понимаете, мы психологов еще ежегодно пытаемся на какие-то отправить курсы повышения квалификации. То есть, задача психолога службы 112 – это оказать вот такую экстренную помощь, снять напряжение в данную минуту. Да, снять напряжение, если требуется оповестить какие-то службы. И еще хочу обратить внимание, что между центром 112 есть подписанные соглашения с областным кризисным центром женщинам, подвержившимся насилию, с центром по профилактике СПИДа. И еще у нас соглашение Центра социально-психологического просвещения. И человек не всегда может знать, куда ему следует обратиться. И психолог, проведя свою работу, дает дополнительные телефоны куда. Тем не менее, анонимность сохраняется. Обязательно. В студии «Балтик Плюс» Андрей Протасов, начальник Центра обработки вызова в систему 112. В продолжении нашей беседы хочется у вас узнать такую, возможно, очевидную или кому-то неочевидную вещь. В каких случаях нужно обращаться в службу 112, а в каких случаях лучше линию не занимать? Ну, обращаться в любом случае необходимо, если вам требуется какая-то помощь. И не нужно анализировать, пытаться думать, звонить или не звонить. Вы просто позвоните в 112, там работают квалифицированные специалисты, и они уже постараются передать информацию в необходимые службы. Ну, а по поводу того, что в каких случаях звонить? Да знаете, к нам вплоть до того, что заказ цветов, вызов такси, пиццы, по каким только случаям не звонят. Не очень корректно ведут себя мобильные операторы, которые продают сотовые телефоны, потому что, чтобы проверить, как работает телефон, они звонят в службу 112 без сим-карты, и возможность вот так услышать. Поймите, пожалуйста, что оператор, получив вызов, и если он не получил ответа, он по этому номеру потом пытается дозвониться. Оператор звонит три раза, пытается дозвониться до абонента, и мы тратим время, мы занимаем линию, когда кому-то нужна будет помощь. Если вдруг вы по ошибке набрали номер 112, этого пугаться не стоит. Нужно просто сказать, не бросайте трубку, просто скажите оператору, что я набрал по ошибке. И все. Часто ли обращаются с просьбой помочь животному? И не делают ли такие звонки лишние нагрузку операторов? Ну, лишние я не могу, наверное, так сказать, потому что 112 создавалось с одной единственной целью помогать людям, а если идет обращение человека, то мы уже должны ему помочь. Звонят по животным достаточно много. У нас с начала года 427 вызовов таких было. Здесь, возможно, вы в курсе читали, в парке Южном, когда выбросили котят в озеро, мы привлекали, направляли спасателей туда. Также был вызов в поселке Мельниково. А если вывел птенцов, понимаете, а один птенец залететь не может. Вот гражданин звонит, давайте, значит, что-то делать. Очень много звонков по поводу раненых лебедей тоже приходит. Ну, мы такие вызовы передаем. Как правило, Биосфера Балтики. Есть специализирующие организации. То есть здесь, опять же, оператор компетентен, и он знает, куда передать эту информацию для оказания помощи. То есть если птенец не может взлететь, тоже соответствующую службу отправят. Расскажите еще, какие были интересные случаи? Интересный случай. У нас в последнее время очень хорошо налажено межсубъектовое, так скажем, взаимодействие. То есть мы говорили о том, что к нам приезжают туристы в Калининград. И, разумеется, если что-то у них происходит, он по привычке так же, как у себя в городе, звонит в 112. И мы имеем возможность передать, связаться с центром 112 другого города и передать эту информацию оператору именно 112 Санкт-Петербурга, Москвы, неважно какого города. Интересный случай, если то, жительница Санкт-Петербурга почувствовала себя плохо. В Калининграде? Нет, она находилась в Санкт-Петербурге. Она вдруг решила об этом сообщить, переписывалась в сетях своему другу во Франции, что мне плохо, у меня жар, нужна помощь. Друг, который у нее находился во Франции, не придумал ничего лучше, как позвонить в свою службу 112. Он позвонил в службу 112. И там по какой-то случайности оказался в этой службе 112 француз, у которого был знакомый в Калининграде. Он связался со своим знакомым в Калининграде. Знакомый в Калининграде набрал номер 112, рассказал нам про эту девушку. И мы этого заявителя связали уже с Санкт-Петербургом. Он передал адрес, где находилась эта девушка, и ей была направлена скорая помощь. Бывает и так. Удивительно. Про бабушку у вас еще была история. Да, тут вопрос даже не столько в организации работы 112, сколько в людях, которые неравнодушны к окружающим. Не так давно у нас это происшествие было. Мужчина дома находился, происходило все днем. Он вдруг услышал, что где-то что-то кричит, гремит там, начал прислушиваться, выяснил, откуда стук идет, там шумят. Позвонил в службу 112, что слышу стук, кричат, требуется помощь. Направили туда спасателей, а история произошла. Следующая пенсионерка, бабушка, 74 года, зашла в ванную. У нее обломилась ручка двери, и она самостоятельно выбраться туда, к сожалению, не могла. И начала вот как-то звать на помощь. Приехали спасатели, вскрыли дверь, бабушку спасли, помощь, к счастью ей. Дополнительно не понадобилось, но... Ну, то есть неравнодушные люди тоже отреагировали. Мы с вами за эфиром говорили, что бывает и такое, что люди, там, дети сообщают о каком-то домашнем, насилие о каком-то эпизоде. Бывают ли такие случаи, что человек звонит в 112, при этом не может открытым текстом говорить, что вот сейчас ему грозит опасность и начинает какими-то, грубо говоря, заказывать пиццу? Вот с такими обращениями что делать? Ну, здесь скорее можно говорить об интуиции, об опыте общения с заявителями самих операторов, потому что, к счастью, направляя по мнению оператора по какому-то адресу помощь спасателей или полиции, и если оказывается, что не требовалась помощь, то мы от взаимодействующих служб никогда не слышали в свой адрес упрек, а в основном пытаемся помогать, потому что... Ну, то есть даже если оператор услышит какую-то странную просьбу вначале, он не положит трубку? Нет, ни в коем случае. Правило такое, что оператор первый не имеет права положить трубку, и здесь иногда имеет и негативный момент, когда звонят выпившие граждане, начинают оскорблять еще как-то. Оператор вынужден терпеливо спрашивать у него, нужна ли вам помощь, просим вас успокоиться. Он вот это оскорбляет, но тем не менее оператор первый не кладет трубку. Если говорить о трезвых гражданах, которые адекватно хотят попросить о помощи, что самое главное нужно сообщить оператору вот в первые секунды, в первые минуты? Что случилось и где случилось? Если, например, человек не владеет этими данными, где случилось? Есть ли какая-то система, которая автоматически определяет местонахождение? Ну, у нас имеется возможность определения местоположения самого звонящего, это раз. Во-вторых, система Эреглонас, ну, это для автомобилей, но люди тоже очень часто пользуются ею, потому что у Эреглонаса там точность идет в городских условиях до метра по определению местоположения. Должен ли сотрудник службы 112 хорошо владеть знаниями как раз о местности Калининградской области, чтобы, если что, по каким-то, не зная точного адреса, по описанию местности определить местонахождение? У нас, как одно из требований, это, разумеется, есть, знать основные улицы, основные проспекты, основные площади. Но, помимо этого, у оператора еще есть помощь всегда на одном из мониторов карта, где можно забить ближайший ориентир, ближайшую улицу, и высвечиваются какие-то необходимые ориентиры. В завершении нашей беседы давайте напомним еще раз единый номер помощи и о том, какие службы могут помочь, если позвонить по этому номеру. Единый телефон спасения – это 112. Службы, которые мы можем моментально отправить – это пожарная служба, это спасатели, это полиция, это служба антитеррор, это газовая служба, водоканал, единая дежурная диспетчерская служба и Центр управления кризисных ситуаций, Центр тушения лесных пожаров. Можно долго перечислять. В общем, помогут в любом случае. Да. Спасибо вам за интересную беседу, за полезную информацию. В студии «Балтик Плюс» был Андрей Протасов, начальник Центра обработки вызовов системы 112. Всего доброго.